Друзья, я открыл интернет-магазин, ссылочка на него будет в описании. Проходите и покупайте интересные товары. И, друзья, мы въехали в порт Легат. Родина Сальвадора Дали. Когда-то была рыбацкая деревня, но видите, что они сделали из рыбацкой. Культ туризма и сюрреализма. Это одно из самых посещаемых по сюрреализму мест в мире. И Сальвадор Дали с Галой Дали, она русская, кстати, Елена Дьяконова. Они здесь купили рыбацкую хижину 4х4 метра и превратили вот этот дом-музей в свой. Несколько лет его строили. Что-то здесь. Да, вот, пожалуйста. Сезон. Да, сезон. Сезон в купальниках, е-просто. Да, вот справа Сальвадор Дали, памятник. О, да, да. Не успел снять. Ну ладно. Мы сюда, может быть, пройдемся, посмотрим еще. Да, такой портовый городочек красивый. Даже недвижимость здесь стоит очень дешево. Да? Прям очень дешево. Для миллионеров это недорого. Да, да. Точно, точно. О, друзья, смотрите, плавает. Водичка такая сказочная, чистая. Правда, камушки. Единственное. Минусок такой. Сереж, скажи, как так впечатлился Сальвадорем Дали? Что прочитал столько книжек про него? Да, я где-то прочитал около пяти книг про Сальвадоро Дали. Ну как впечатлился? Я живу, изучаю культуру той страны, кухню, менталитет, географию той страны, в которой проживаю. Поэтому, ребята, и вам рекомендую это все вычитывать. Именно мемуары, дневники. Это очень все интересно. Да, друзья, так что почитайте, если кто в Испании живет. А у меня много подписчиков в Испании, живущих. Почитайте про Сальвадоро Дали. Очень интересно, да. Именно дневники, то есть то, что он сам про себя описывает. Очень интересные и факты, и так далее. Соответственно, и жена его, Гала Дали, тоже есть дневники ее. Ну, очень интересно. С разных сторон можно посмотреть на жизнь этих интересных людей. О, Гальго. Охотничья собака. Гальго. Вау, мы куда-то поднимаемся. Друзья, красивая очень бухта. Шикарно. На границе с Францией какие катера стоят. Сереж, не мечтаешь о лодочке такой, яхточке? Мечтаю, я обязательно себе такую куплю. Именно небольшую, где-то там около 5 метров. 5,4-5,6. Как бы нам на двоих будет достаточно. Вот вам и рыбацкая деревня. Безусловно, видите, благодаря Дали из рыбацкой деревни превратился в такой прекрасный городишко. Друзья, ссылка на канал Сергея будет в описании. Так что не забывайте подписываться, ставить лайк и переходить по ссылочке на канал. Вот, на деле, Шикарно. Обзор для экскурсии. Да. Так, так. Сергей, я хочу рулить и рассказывать. Скажу, что тут же новая профессия, гид. Гид сразу, ну, едешь. Кстати, да, Дали эту хижину купил, такая была Лидия Огер. Огер, Лидия Огер. Она была, здесь считалась местной сумасшедшей. У нее два сына было, тоже рыбака, и тоже они считались сумасшедшими. И Дали говорил, удивительно, когда он дом этот купил, говорит, я притягиваю к себе сумасшедших. И, на самом деле, очень много его посещало людей, так сказать, сумасшедших. Он говорит, а чем я отличаюсь от них? Отличаюсь от них тем, что я не сумасшедший, но его образ жизни. Видите, да. Здесь бухты на бухтами, вот мы прямо едем, здесь очень много бухт, поэтому мы специально поехали такой вот маленькой дорожкой, но она очень интересная. Сейчас же мы парковочка. Нет, там еще, вы знаете, два километра. Это так, вот видите, разросся. Кадакис, благодаря Сальвадору Дали. Так, отель Галабли. Просто положим, да? Друзья, обычная рыба. Далее, кстати, вот караванеры приезжают. Видишь, есть и место, и ездят с нами. Еще раз повторюсь, была маленькая хижина, четыре на четыре. Вот что они настроились, с лабиринками и так далее. Потихонечку, да? Да, там внутри большой бассейн, парк есть. Это, типа, видел сейчас на этом? На ручки, да, там. Ну да. Вот эта инсталляция, это тоже Далиизм. Пожалуйста, видите, это лодка, ресурс деревьев. Это конкретно Сальвадор. Вот. Правильно. Да. Какая-то старенькая. Хо-хо-хо. Да-да-да. Сереж, смотри, кто-то продается. Энвенды. Дешевое местечко, какой-то маленький. Конечно, да. Энвенды. Друзья, вот телефончик, друзья, запишите, кто хочет здесь что-то приобрести. 10 евро за метр квадратный. 10 евро, да, я думаю. Солнечные часы, обратите внимание. Да. Вот, видишь, становишься, вот стрелочка, показывает, видите, почему-то она показывает 9 часов. Видимо, надо смотреть какое-то другое время. Но практически, видите, тут перевод же времени, по-старому, по-новому, раньше это, конечно, не касалось людей. Кстати, Дали родился в 904 году, в мае месяце. Умер в 89 январе. В этом доме он прожил большую часть своей жизни. Они были гостеприимны достаточно. Много приглашали к себе гостей, но никогда не разрешали им оставаться ночевать. У них просто был запрет, и все друзья знали, какие бы хорошие не были, на ночевку никогда в этом доме никто не оставался. А почему так? Ну, вот так. Они любили проводить место в одиночестве вдвоем, и поэтому вот так вот. Вот рыбачки, пожалуйста. И все эти поплавки, рыбацкие лодки. И где же друзья? Где-то в отеле ночевали здесь? Уезжали куда-то? Ночевали, был ближайший отель, в Кадакисе. Ближайший отель. Здесь, значит, вода чистая. Красотища. Вот примерно, кстати, вот такую лодку я примерно смею. Такую маленькую, да? Да. Ну а зачем? У нас. Вот такая, приличная лодочка. Вангрия. Четыре человека, пожалуйста. Главное, жесткое дно, но дубная борта. Вот там вот, в далеке тоже, вот, беленькая стоит. Массажир из серии РИП. Шикарно. Вот, друзья, заходим. Отличный заход. Вода чистейшая. Красиво. Сереж, скажи, кого ты еще читал, кроме Сальвадора Дали, из испанцев? Пока Сальвадора Дали. Ну как, я изучил полностью кухня испанская, английские писатели, путешественники описывают, какие регионы, из чего состоят, какая вообще. Из чего готовят, вкусы, пристрастия и так далее. Ну, как бы интересно тоже, да? Времена гражданской войны, 1936-39 год. Несколько книг я прочитал. Причины, почему, что случилось с разных сторон. Там, знаете, это было, как бы, между фашистами, между красными, так сказать, и фашистами. Война практически. Тоже много интересной там информации. Но это надо все читать. Это, как бы, исторические факты. Здесь, как бы, в двух словах это не опишешь. Но интересное видение, да. С одной стороны, мы знаем, что Советский Союз помогал. А с другой стороны, была Италия, Германия, Португалия. Страны с фашистским режимом. Вот, друзья, какие шикарные яхты здесь. Здесь, ну, не яхты, а лодочки. Ну, классные. И, друзья, мы приехали в замок Пуболь. Такое туристическое место. Флаг Каталонии. Обязательно. Балкончик, наверное, не знаю. Неужели в таких местах кто-нибудь живет? Если висит флаг, она, я думаю, живет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот сейчас вам покажу его Прогуляемся немножко Сейчас такое солнышко Жарит почти 2 часа дня Но как приехали Поэтому будем смотреть в жаркое солнце Я опять сегодня чепчики взял Забываю все про шапку Постоянно переезжаю Поэтому не помню, куда шапку положил В авто доме у меня лежат они на обычном нормальном месте А здесь, к сожалению, вот этого места нету Поэтому я постоянно хожу без шапки Потому что не помню, куда дел кепку И вот, друзья, идем гулять Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА